Привет, зритель! Сейчас ждёт заказ сазон чая зелёного. Как бы у меня японский чай практически весь кончился, остался хатамуги, но он у меня как-то долго так идёт, и он не зелёный. И даже не чай, это ячмень. Перловка. Просить своих близких друзей, скажем так, прямым текстом, у меня ещё не совсем религия позволяет, а ведь и вата, они меня не всегда понимают, поэтому я пока без чая. И вообще я поняла сегодня, что у меня из зелёного чая, не то чтобы сегодня, я вчера поняла это, ну, в ночь-то сегодня, так что сегодня, что у меня из зелёного чая, только зелёный с жасмином, это когда-то я мешала наш жасмин из деревни с каким-то там порохом, люто, монах какой-то, ява ещё, что-то, в общем, конфуций. Вот такая там смесь была ядрёная. Потом у меня есть где-то на пару, может, товарок, может, чуть побольше. Женьшеньевый лон, как бы, может сказать, тоже, видите, практически зелёный чай, но не чёрный же, да? И немножко ещё китайской, типа, сэнси. Кому интересно мои мысли по поводу этой китайской сэнси, ну, как бы, китайская сэнси, это вот, ну, несочетаемо, да? Гляньте инстаграм. Ссылка есть на канале, ссылка есть в инфобоксе. В инфобоксе теперь даже есть ссылочки на мою телегу, выложек и уютненькую флудилочку, где полтора землекопа. Но вы можете присоединиться, и вот вас не полтора. Короче, я на Азоне заказала себе грустя и страдая в отсутствии нормального чая. Я тогда ещё не знала, что у меня зелёного чая вообще практически нет. Пару пакетиков. Бумажечка. Коробочка. Очередной пакетичек хороший, плотненький. Спасибо, Базя Азон. Этот чай я уже много раз покупала, и раньше его можно было купить в обычном магазине, теперь только я на Азон его вижу. Это у нас внезапно Гринфилд, питерская компания, которая как бы по интернету базируется где-то там в Британии, но на самом деле это питерская компания. Та же самая, что Ороми Тренд, которая распасовывает чай Ява. Зита, Гита и прочее. Это у нас Japanese Sencha. Японская Sencha Green Tea. 100 грамм. Неплохой чай. По крайней мере, это не китайская Sencha, пересушенный чай непонятного происхождения. Ну, помимо того, что он китайская. На развес, который выдается, да-да, это японская Sencha мелкими буквами, китайская. По виду уже понимаешь, что это вообще не то, не всё смесь. Ужай и жай, и даже не метр колючей проволоки. Внешне смакивает на хренового качества колодец Дракона, Лудзин. По вкусу, как пересушенный, плохо хранившийся зелёный крупно-листовой чай с оттенками пороха. Правда, по сборке он напоминает, не пойми, что. Короче, в общем, неплохой зелёный чай. Sencha. Такая вот, ну, третья сорта. Это, конечно, не Ипада и не Маруяма. Но всё же на безрыбье и рак рыба. Чё-то всё это мне обошлось в 400 с чем-то рублей. Я платила с счёта Озон, ибо там у меня косарь висел, сейчас у меня там чуть больше 500 висит. Вообще, конечно, я могу глянуть сейчас в телефоне, сколько это стоило, что мне самое уже интересно. По-моему, 79 или 89 стоил этот вообще сам по себе чай. Так, заказ, иди сюда. Предыдущий заказ. Иди сюда. Так, можно на чай-то хоть глянуть. Чай, иди сюда. Да, 89 рублей, короче, чай, а следующий 369 за 100 грамм. Всего на... У меня на 445 грамм два товара. А цена-то ехать. А, 458 рублей, короче, это всё у меня вышло. Какие дела? Он пришёл ещё вчера, но я переводила цветок, и что-то... Телефон хоть у меня лежал под носом, но он не всегда учится... Не всегда умеет мне подавать признак жизни. Эй, Лёль, привет, заказ пришёл на базу, вали туда. И на мыло приходит, а мыло я проверила в последнюю очередь, когда уже сдала цветок, потому что у меня там ещё товарищ, ну, в смысле, подружка писала вконтактике, думала, надо сначала доделать дело, а потом уже залезать вконтактик. Короче, я как бы не влазила в эти вкладки, была занята, и не обращала внимания ни на какие звуки странные, если они вдруг и были. Поэтому поехала сегодня. В общем, вот Сенча. Хорошая Сенча. Полнее себе. У Гринпилла приличные чаи бывают. Я много отзывов перечитала и на Вайтберрис, и на Зоне. Много фоток посмотрела. Пришла к выводу, что все фотки мать-ти выглядят прям, ну, иппода, иппода. Маруяма, Маруяма. Чё угодно. Крутой японский чай из Японии. Собранный вручную в России из молотой китайцами. Короче, на фотках Вайтберриса и Озона у продавцов одно, а в отзывах покупателей совсем другое. То, что у меня когда-то куплено на Алиэкспресс, китайцами сделано, или вообще-то иванцами, хрен знает. Короче, кем-то там сделано, но не японцами. И чисто я его использовала в своё время для окраски мыла, иногда там заварить себе чаёчку, ну, день и ночь. Там такой вот зелёный чай, разбавленный, зелёный цвет, разбавленный очень сильно белилами. Если вы понимаете, о чём я говорю. Ну, и в итоге остановилась чай, который назывался Сэнься, точнее, Маття для похудения. Ну, везде это, конечно, Матча писалось, а даже вот этот оригами-ти, который мне в своё время товарищ, ну, зритель присылал, который просил остаться анонимным. Зритель присылал, значит, оригами-ти. Матю, мне так прикалывают, те, которые косят, вот чисто мы японцы, мы японцы, мы там в Японии всё берём, но почему-то читают как на романде. Тут она была Маття для похудения. Даже вот написано, как тут всё это делается. В чашечку Джои налить водички и сразу одновременно засыпать порошочек, потом взбить, значит, венчиком, потом добавить ещё водички, а потом бухай. Чайная компания Слон. О, я когда-то изготовитель, я когда-то в этой чайной компании, когда она только-только ещё начала появляться у них отдельный магазин, закупилось много чая. Там какой-то феерический мальчик тогда был, видимо, главный, хочется сказать, редактор, короче, главный по этому сайту, и он, во-первых, он думал, что он меня хочет обмануть, но, в общем, сам себя наколол, и суть такая, что он мне прислал очень хороший чай, но местами вот такое вот название одно, открываешь пакетик, там другой, день и ночь. который с чаем вообще на выводе очень сильно был, видимо, с тех времён они уже как-то подрослели, это давно было, может, даже лет 10 назад. Срок годности 36 месяцев, масло нет, то 100 грамм, сделан 29 февраля этого года, и до 29 февраля 23 года. Серьёзно? Не, я знаю, что как бы 29 февраля бывает только раз в 4 года. Где оно тут? Пальчиком. Я даже не буду говорить фейспалм или ещё что-то, это вот, ну, понятно, компания слон, чё? Чё от них ещё ждать? Смузи, десерты, латте, органический японский чай, мача, мача, джой, я ещё узнала, шокотца, матью японцы называют мотей, мотя, мото, что-то такое, именем моего племянника. Мальча 100 грамм. Я уж не стала травмировать человека, и так мне, как бы, дофига человек сейчас занят. Изготовлено, изготовитель, чайная компания слон, Москва, изготовлено по заказу трио сборг эндженси, тоже Москва, ну, там писалось, что оно исключительно японское, мне что-то прикалывает, там мут какой-то есть, и я на это мут нажимала, на отзывы там читала, и оно считается какая-то элитный чай мутэ, мут, мутэ, хрен его знают, без звука вроде, такое, отключение звука или что-то такое. Короче, элитный чай мутэ, по скидке продавался 308 рублей, 100 грамм матьи, выглядело-то матья, как мой шестилетний, шесть лет назад купленный, Алиэкспресс, порошок зелёного чая, этот зелёный, белым, разбавленный, белилами, и по отзывам, я так понимала, что они как бы, ну, как бы, закупают это в Японии, как, допустим, вкус вилл, или в Китае они закупают, что-то там, может, в Японии закупают, или этот оригамити закупают в Японии, а фасуют уже здесь. Я как бы не против, некоторые, ну, я на эту тему уже говорила, что можно закупить там, и расфасовать здесь, и всё ништяк будет, а можно закупить там какую-нибудь фуфлу, там же расфасовать, и будет вам хрень. Порошковый чай, изготовленный из сухого листа Тен-Ча, 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 в скобочках. Он имеет изысканный, насыщенный аромат, с мягким вкусом, укрепляет иммунитет и выводит токсины, омолаживает, способствует похудению, нормализует давление, укрепляет сосуды, мощнейший антиоксидант и релаксант. Больше информации в нашем инстаграме собака.joyt.ru способ приготовления. Добавьте чайную ложку joymati на одну треть стакана горячей воды. Взбейте с помощью венчика из бамбука до однородного состояния. Далейте горячей воды или взбитое молоко. Наслаждайтесь. Joymati. Сейчас мы это... Да, оно в пакетике как бы. У меня же есть... А я ножик-то туда вроде улокла. Нет, он у меня... Да, я ножик туда улокла. Я думала, что мне ножик-то не понадобится. А я его улокла. Он не себе рвётся. А то иногда так это дёрнешь за верёвочку и хрен откроется. Так. А ничего такой! Я сейчас попробую как-нибудь камеру наклонить. Вот, а! Смотри, зритель, нормальненький такой. Не то мурло, что там это выглядит. Надеюсь, нормальный будет и по вкусу. Я, конечно, верю, надеюсь и жду, что мне в этом году всё-таки пришлют ещё чайочку. Я же всё-таки практически попросила. Нормально так это. А не вики и вата. И у меня будет другой чайочек. Японский из Японии, из японского супермаркета. Но если вдруг не сложится или не случится, и этим я проникнусь, я буду его покупать периодически. Вот такие пироги. Кстати, котик. Его должно быть видно. Хорошенького понемножку. Всем спасибо за просмотр этого чайного обзора. Всем пока!